Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Въесть Карачао-Черкесия». События понедельника в репортажах наших респондентов. Главные новости. Работали на износ шестичасовые смены в красной зоне. Сотни спасенных. Минздрав и оперштаб подводят первые итоги, строят планы на будущее с учетом прогнозирования второй волны. В Карачао-Черкесии открылись курорты, гостиницы, санатории. Все же туристам в местах массового скопления советуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Как получить лицензию на право ношения владения оружием? Режим самоизоляции внес в свою коррективу и в работу Центра лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии. Всем не терпится отведать первых арбузов. Но есть пока надо осторожно, а еще лучше подождать до августа, говорят Роспотребнадзоре и напоминают о кишечных инфекциях. Будет ли вторая волна коронавируса и насколько к ней готова республика? В парламенте Карачао-Черкесии прошла встреча депутатов с министром здравоохранения Казимом Шамановым. Подробности в репортаже Руслана Джукаева. Сейчас, когда пандемия в Карачао-Черкесии пошла на спад, и Минздрав, и Оперштаб подводят промежуточные итоги и строят планы на будущее с учетом прогнозирования второй волны, исходя из накопленного опыта. В первую очередь министр Казим Шаманов ответил на ряд вопросов, касающихся потребностей и обеспечения медицинских учреждений СИЗами, медикаментами и дезинфицирующими средствами. Он отметил, что в данный момент всего достаточно с запасом, и если даже появится дополнительная потребность, она будет удовлетворена. Алгоритм лечения данного заболевания и профилактики лечения один. Поэтому в данной ситуации тот опыт, который приобрели наши медработники с апреля месяца, начиная с которой работают, он бесценен. Они уже умеют принимать пациента. Они уже знают, что ожидать. Уже вот сейчас человек поступает, вроде у него 5-10%, врач уже принимает, говорит, что у тебя через неделю будет вот так, вот так, вот так, вот так. Или наоборот, вот так, вот так, вот так. Министр отметил, что ситуация может быть осложена тем, что вторая волна, вероятно, совпадет с периодом сезонных болезней, и врачам важно уметь отличать схожие по симптоматике заболевания. Один из главных вопросов – это кадровое обеспечение медучреждений. Однако, отметил министр, есть косяк медиков, который работал в течение этих месяцев в красной зоне, и на их счету сотни спасенных пациентов. Основным подспорьем для медицины – это является наличие эффективных лекарственных средств для лечения той или иной заболевания. Вот, вы знаете, алгоритм, это же моноинфекция, монозаболевание, коронавирусная инфекция, вызванная там штампом COVID-19. И алгоритм лечения ее, практически с начала лечения один, просто дальше идет симптоматическое лечение. Если присоединяется заболевание сердца, там добавляются специальные, там нужен кардиолог. Если заболевание почек – почки. Министр подчеркнул, что в планах при необходимости развертывания лабораторий в Малокарачаевском и Зеленчукском районах, усиление Черкесской, а также увеличение мощности лабораторий, проводящих ПЦР. Почти в каждом районе республики у нас есть те врачи, которые отработали, и не только врачи, и средние, и младшие медперсоналы, которые отработали в наших ковидных госпиталях. И уже опыт есть. У нас, я вам скажу, очень большой полный медработников, которые с первого дня по сегодняшний день еще работают. Подведя итоги встречи, министр здравоохранения подчеркнул, что очень большую роль в преодолении пиковой ситуации сыграла сплоченность республиканской власти, общественников, благотворителей, в том числе и депутатов парламента республики, которые взяли на себя и руководство рабочей группы при оперштабе, и объединение всех желающих помочь в сложившейся ситуации. «Ничего нового придумывать не нужно. Давайте продолжим работать в этом ключе. Это будет самая лучшая помощь и Минздраву, и всем жителям республики», сказал Кажим Шаманов. Руслан Джукаев, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 республики составило 4234. Из них 2671 выздоровел. В COVID-госпиталях проходит лечение 140 пациентов. Карачаева-Черкесия перешла на третий этап снятия ограничений. И приятная новость для гостей жителей республики. Открылись долгожданные курорты. Домбай возвращается к обычному ритму жизни. Сегодня уже открываются постепенно сувенирные лавки, кафе. Запустили канатные дороги. Их функционируют все три. У гостей Домбаи есть возможность подняться аж до шестой очереди. Откуда открываются прекрасные виды на главный Кавказский хребет. Жители и гости республики уже пользуются этой возможностью. На курорт стали прибывать первые отдыхающие. И все они говорят о том, с каким нетерпением ждали этого дня. Особой популярностью пользуются канатные дороги. По словам сотрудников, большой наплыв отдыхающих наблюдался в выходные дни. Несмотря на снятие ограничения, в курортном поселке соблюдаются все меры предосторожности. Сотрудники канатных дорог просят надевать маски, при себе иметь антисептик. Сами же сотрудники канатных дорог периодически обрабатывают поручни и кабинки дезинфицирующими средствами. Следят за соблюдением социальной дистанции, в том числе и между туристами. Ну а погода в республике все жарче. Но есть надежда на завтрашний дождь. Так ли это, узнаем от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Днем сильный дождь и град. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-21, а днем 24-29 выше нуля. В горах ночью 9-14, днем 17-22. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 19-21, а днем 24-22. 26-28 градусов тепла. Это Вести прямом эфире и мы продолжаем. Во время режима самоизоляции Центр лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии проводит свою работу с гражданами в удаленном режиме. В этот период были продлены сроки действия не только разрешения на право хранения и ношения оружия физическим лицам, но и действия удостоверения частного охранника до 1 августа этого года. О деятельности Центра лицензионной разрешительной работы в период пандемии расскажет Алихан Лепшоков. В этом году те, кто хотел получить лицензию на правоношение и владение оружием, мог получить ее только отправив все необходимые документы и заявления в электронном виде. Это была необходимая мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции. А получить уже готовые документы можно только по предварительной записи. Сами специалисты Центра лицензионной разрешительной работы отмечают, что данные меры были необходимы. Никаким образом это не повлияло на процесс получения лицензии на оружие. Ограничиваем нахождение людей в наших помещениях, то есть, чтобы не было скопления. Исключительно также на прием приходит, требуем от граждан, чтобы они соблюдали масочный режим. Далее, в текущем году нами рассмотрено более 4600 заявлений, что на 18% ниже, чем в прошлом году. Также у руководства Центра лицензионной разрешительной работы было отмечено, что те граждане, у которых истекал срок лицензии в апреле, продлили до сентября текущего года. Это даст возможность обладателям оружия успеть предоставить необходимые документы для продления лицензии. Срок остался небольшой. Для понимания людей я бы хотел подчеркнуть некоторые моменты. А именно, хоть срок действия продлен до 1 сентября, граждане на продление имеющихся лицензии и разрешений должны обратиться к нам за месяц, то есть в течение срока действия этих разрешительных документов. А для тех, кто имеет оружие, использующее для самообороны, то им необходимо пройти проверку по правилам безопасности обращения с оружием. Ряд граждан у нас в республике занимается частно-охранной деятельностью. Хотел бы также обратить внимание, они имеют физические лица для занятия частно-охранной деятельностью, должны иметь удостоверение частному охраннику. Также этим гражданам необходимо до 1 августа представить нам необходимые документы. Важно также частным охранникам при продлении лицензии предоставить документы о повышении квалификации, прошедшей в специальных образовательных учреждениях. Лето в разгаре. Торговля бахчевыми культурами охватывает все больше городов и районов республики. Роспотребнадзори предупреждают, что лето – период роста кишечных инфекций и напоминают о санитарных правилах при покупке и продаже сладких плодов. Подробности у Али Баташева. Полосатые арбузы и ароматные дыни. Эти солнечные плоды привлекают покупателей особенно в летнюю жару. Но лучше подождать до августа, советуют в Роспотребнадзоре, или купить их в санкционированных местах торговли. Всем не терпится отведать первых арбузов. Но мы акцентируем внимание на то, что период созревания бахчевых культур в нашей местности, в Левокумском районе соседнего с нами края, с Довропольского, он где-то подходит ближе к середине августа. И те арбузы, которые продаются сейчас, это скороспелые варианты, которые могут быть, не исключается только в такой момент, что они обрабатывались специальными веществами, усиливающими их рост и поспевание. Санитарными нормами определены как требования к качеству и безопасности бахчевых культур, так и требования к их реализации. В частности, запрещается их продажа с земли, а также частями и с надрезами. Если в арбузе имеется какая-то трещина или повреждение его целостности, в питательной сладкой среде очень быстро размножаются микроорганизмы. И в течение двух-трех часов этот арбуз может быть уже миной замедленного действия, которая приведет к пищевому заболеванию, к острой кишечной инфекции. Каждый бахчевый развал должен иметь разрешение от местной администрации на торговлю, а продавец – медицинскую книжку. Если нет разрешения администрации на торговлю в данном месте, то такая точка торговли считается несанкционированной. Продавец, который торгует бахчевыми культурами, должен пройти медицинский осмотр. У него должна быть медицинская книжка с отметками от прохождения медосмотра. Это должен быть здоровый человек, который свои болезни не передаст покупателям. Следующий момент – это сама торговая точка. Правила запрещают торговлю арбузами, бахчевыми культурами с земли. Они не должны лежать на земле, они должны лежать на специальных поддонах. Торговая точка должна быть в тени, то есть теневой навес, тен должен быть. Она должна быть огорожена. Вся прилегающая территория на расстоянии пенсиметра должна быть чистая, незамусоренная. Любой покупатель вправе знать, что именно он покупает. Информация о товаре должна быть общедоступной. Это требования действующих санитарных норм. Должна быть доступна для покупателя информация о том, чем торгует эта точка. То есть в любой доступной форме, это может быть и письменно, и все остальные варианты, должна быть информация о том, где выращен этот продукт арбуз, кто производитель его, в какой местности, в какое время был собран урожай. Ну и естественно, по требованию покупателя, продавец должен предоставить документы, подтверждающие безопасность и качество продукции. Это документы, которые выдаются специально, ну, лабораториями, которые имеют право на лицензию на такую деятельность. Как правило, это лаборатория по месту, где выращен этот урожай. Без риска для здоровья продукт надлежащего качества можно купить только в официальных торговых точках, напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Крачаева, Черкесия. В Крачаево-Черкесии продолжается акция «Время от добра». В этот раз помощь оказана многодетным семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Семьям, состоящим на профилактическом учете в органах внутренних дел. Сотрудники полиции Крачаева-Черкесии передали по месту жительства детское питание. Акция традиционно проводится во всех городах и районах республики. Мероприятия в рамках проекта сотрудники ведомства проводят регулярно. Таким был понедельник Крачаева-Черкесия. Прямо сейчас сериал «Испытания». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова